приветствую всех после небольшого перерыва снова захотелось с вами встретиться на этот раз для того чтобы поделиться своими наблюдениями об использовании сыпучих продуктов по ходе здесь я не буду рассказывать о каких-то приспособлениях для хранения или транспортировки там круг или еще чего-то расскажу именно о простоте приготовления простоте может быть хранения этих продуктов это видео наверное будет полезно больше для начинающих туристов потому что люди которые уже долгое время ходят в походы у них имеется свой огромный опыт у них тоже есть чем поделиться конечно и мне было бы самому интересно об этом обо всем узнать ну вот обязательно конечно найдутся люди которые только начинают общаться с природой только начинают ходить в лес и тоже ищут информацию какую-то что участь продуктов собой взять что будет проще приготовить и вот я считаю что для таких людей мои видео сегодняшний будет больше полезно значит я пойду от противного то есть начну с того что наименее удобно на менее целесообразно на мой взгляд и так буду двигаться к вершине так скажем наши начну я с сахара я считаю что в походе сахар это злой первое от чего избавился это от сахара чего отказался сахар постоянно норовит просыпаться и не просто просыпаться то есть он начинает как бы дискомфорт доставлять не дай бог вам взять его с собой полиэтиленовом пакете обязательно этот пакет прорвется где-нибудь в рюкзаке там четырех случаях из 10 наверно это все будет липнуть он страдает от влаги страдает от жары то есть жиры начинает плавиться сахар если вы там его не дай бог просыпите где-то в палатке это лишние насекомые муравьи тоже вам это все не нужно лучше от него отказаться заменить чем угодно медом и сгущенка там конфетами крайнем случае все что угодно только не сахарный взгляд далее макароны из макароны изделия тоже я отказался они страдают уже от влаги они требуют более тщательного чем некоторые другие продукты более тщательного внимания более пристального внимания во время приготовления если там них вода попадает они естественно в тесто превращаться я понимаю что не часто ваш рюкзак подпадет под какой-то колоссальный ливень или упадет в реку и что прямо-то все намокнет и и превратится в кусок теста но у меня такое было еще студенческие годы мы оставили продукты тогда не было герметичных упаковок мы в кастрюле так скажем оставили это все на ночь и прошел дождь и все мы этот кусок теста просто выброс я понимаю что в принципе сварить в лесу можно все все идет в еду с тушенкой вообще хоть шапку можно съесть если сильно проголодался но зачем нам это нужно кроме того процесс приготовления если вы не доварите вермишель тоже макароны какие-то они тоже станут у вас желудки колом зачем вам такие такой дискомфорт на природе на отдыхе если не доварите опять то же сам он опять превращается в какую-то массу такую тесто переварено которая тоже очень неприятно дискомфортно есть вот и я допустим тоже от этого отказался далее у нас идет рис рис не так сильно страдает от влаги конечно тоже раскисает но не так сильно конечно очень там питательные все такое и конечно если вы идете на долгое время там на 10 дней там две недели в лес там куда-то на природу то конечно надо меню как-то разнообразить нужно брать все с собой но если вы идете на 2-3 дня я допустим чаще всего хожу на так на такой период времени отрица я тоже отказался почему потому что тоже он боится переварки рис если он переварится он превращается тоже такую массу которая вязнет там на зубах и его не может только как замазку использовать замазывать щели там где-то в шалаше вот мне лично просто разваренный рис крайне неприятен вот это конечно разваривание можно избежать допустим как на востоке дело просто обжарить в масле опять же если вы взяли с собой рис на долгое время идете обжарить масле можно и рис обжаривать в масле и вермишель обжаривать масса тогда структурах становится более плотной и они не так сильно разваливаются ну вот именно потому что нужно более тщательно следить за процессом приготовления я от риса тоже отказался сейчас у меня здесь нет есть еще пшеничные крупы да там всевозможные пшеничные каши арноуки там ну это тоже на любителя я заметил допустим не так получается что пшеничные каши варятся дольше чем что-то другое то есть не дольше требует времени для того чтобы варить кроме того на мой взгляд их сочетание с другими продуктами не очень не универсально допустим если добавить пшеничную кашу рыбные консервы вот это будет как-то не очень допустим если тоже ремешель допустим или даже в рис можно добавлять и мясо и рыбу все будет нормально вкусовое сочетание будет нормально то пшеничная каша с рыбой там с сардинами с какими-то или с килькой в масле это будет мне кажется это не камильфу это не очень хорошо хочу вернуться еще к макаронам то есть от пшеницы я тоже пшеничная каши отказался к макаронам да есть еще макаронные изделия быстрого приготовления всевозможные дошираки в украине там и вины ну послушайте мы идем в лес для того чтобы отдыхать и я считаю что хотя бы на отдыхе мы должны кушать здоровую пищу я считаю что дошираки не видно это нездоровая еда и мы так в жизни едим там сидим все или какую-то гадость там какую-то радость или если еще на отдыхе будем пытаться какую-то фигню то это же будет совсем нехорошо я считаю что такие лапши быстрого приготовления они подходят наверное для людей которые идут в лес работать потому что они у них очень мало свободного времени у них надо экономить силы они быстро заварили это все съели и все нормально мы же обычные туристы которые ходим в лес получать два удовольствия я считаю эстетическое удовольствие посидеть у кастрата и так далее пообщаться с природой естественно физическую пользу какую-то мы должны обращать внимание и на здоровое питание в том числе это то что касается этих продуктов далее расскажу о овсяных хлопьях они конечно то есть это такой компромиссный вариант они конечно тоже довольно сильно боятся влаги то есть это все дело не переносят но именно потому что они очень быстро готовятся то есть буквально утром вы сделали кипяточек заварили чай и заварили хлопья вот ради этого я жертву и тем что они могут размокнуть они очень легкие овсяные хлопья очень питательные очень универсальные в том смысле что их можно и сладкими и с мясом и с сухофруктами кушать в общем очень классная полезная и питательная вещь удобная транспортировка в том смысле что она они обычно легче и больший объем допустим по сравнению с той же пшеничной кашей больший объем меньше весит поэтому очень классно хорошая вещь как дополнение так скажем питание вот две моих королевы походных кулинарных это пшенка и гречка это вещи это продукты которые вообще не боятся никакой влаги конечно не могут мокнуть пшенка в большей степени может размокать но все равно даже если она размокнет вы можете ее бросить в кипяток сварить и ничего страшного с ней не будет она не потерять никаких своих вкусовых качеств ничего если вы не доварите пшенку или гречку они вот обладают таким эффектом упаривания да то есть если мы не доварили вы можете оставить на какое-то время и они это что пшенка что гречка не дойдут рис тоже обладает таким качеством вот пшеничная производная пшеница они не были дали не упариваются они вот как сварились так и сварились шум кожи и гречка они могут доходить даже если не давали и самое главное они абсолютно не боятся переварки сколько вы не варили шум поле гречку она не станет какой-то безобразной массы ну конечно если это мне не придано бы не не прилагать этого какие-то специально дополнительные усилия то есть и лишние там пять-семь минут абсолютно никак не скажет если макароны за лишние пять-семь минут станет станут тестом которая лучше выбросить пшенка и гречка они абсолютно никак никак вообще не испортится питательные полезные масса микроэлементов всевозможных витаминов полезных с тушенкой с рыбой с чем угодно можно их есть в общем для меня это самый идеальный вариант для двух трехдневного похода люблю пшенку и речку ну и последнее о чем я хотел сегодня заострить внимание рассказать это соль единственное чего мы тоже не можем отказаться вообще не и самое главное ничем мы не можем это заменить это соль соль это наша сила соль надо кушать я когда что-то солю я вот у меня ко мне приходят такие мысли соль это минерал который лежал в земле в недрах земли миллионы лет это остатки океана который был на нашей земле миллионы лет представьте какая сила земли заложено в соли да какая энергетика земли за все это время как она напиталась энергетика когда мы кушаем соль соль какой-то продукт мы набираемся этой силы поэтому соль надо обязательно кушать конечно в умеренных количествах умеренных дозах вот примерно все что я хотел так вкратце рассказать о сыпучих продуктах используемых по ходе очень рад если вам это все пригодилось большое спасибо за внимание если есть какие то вопросы задавайте пожалуйста буду очень рад